Привет, Страж! Добро пожаловать на канал Triple Vibe, меня зовут Джонни Лейни, и сегодня я расскажу, что ждет нас в грядущем ивенте гонка фракции третьего сезона, чем она отличается от предыдущих и вообще, нужна ли она нам? Спойлер, нужна! Итак, гонка фракции начнется во вторник, 5 июня, в 8 часов по московскому времени, и продлится до следующего еженедельного сброса. Всего планируется провести 3 гонки фракции во время третьего сезона. Банджи отметили, что присяга на верность фракции должна стать важным и осмысленным решением каждого игрока, поскольку теперь игроки смогут присягнуть только одной фракции на одной учетной записи. Нельзя больше за Титана в новую монархию, за Охотника в мертвую орбиту, пора определяться, все по-взрослому. Более того, накопленная репутация во фракции будет сохраняться на протяжении нескольких ивентов и не будет обнуляться в течение сезона, даже если вы смените фракцию. Как и прежде, каждая фракция будет предлагать уникальные награды, но в этот раз они стали еще интересней. Например, экзотические украшения для брони или катализатор Абсолюта для экзотического оружия. У Мертвой Орбиты можно будет получить экзотическое украшение Ока Другого Мира и катализатор для Гравитонового Копья. У Новой Монархии можно будет получить экзотическое украшение Герб Альфа Волка и катализатор для пулемета Милое Дело. У Культа Грядущей Войны можно будет получить экзотическое украшение Радар Тупиц и катализатор для Солнечного Выстрела. Исходя из этого, думаю, не стоит объяснять, какая фракция победит, если выбирать по катализаторам. Также у каждой фракции появятся ранги, такие же, как у Завала или Шакса. Благодаря этой системе игроки продолжат получать легендарную броню и оружие после достижения 30-го ранга. Еще одним нововведением станет система признания. Присягнув фракции, игроки смогут зарабатывать признание при завершении открытых мероприятий или при уничтожении важных целей в патрульных локациях. Если вы пробегаете затерянный сектор при активированном признании, то получите больше знаков фракции, чем обычно. При этом баф признания накапливается, так что чем больше стаков, тем больше знаков вы получите. Но баф будет сбит, если вас убьют, так что нужно будет быть особо осторожными даже при прохождении самого обычного публичного мероприятия или сектора. Признание не только улучшит дроп, но и усложнит процесс фарма. Например, восстановление здоровья будет значительно ограничено при активном признании, но при этом при убийстве врагов могут появляться колодцы света, которые это здоровье восстановят. Урон, наносимый игроком, будет снижен, а наносимый игроку, соответственно, повышен. Зато, если у вас активировано признание, другие игроки смогут увидеть, какой фракции вы присягнули на верность вот в таком виде. Конечно, сохраняется система товаров победителя, которые можно будет приобрести у фракции победителя гонки. В этот раз призовыми пушками станут ракетница у монархов, дробовик у орбиты и пистолет от культа войны. Как бы сильно я не любил культ грядущей войны, но катализатор на копье нужней, так что жду не дождусь, когда смогу топить за черных ребят. А какой фракции присягнешь ты, страж? Пиши в комментариях, ставь лойс и не забудь подписаться. Также напомню, что 5 июня в 7 часов по московскому времени на канале Triple Vibe пройдет рестрим трансляции Bungie, посвященный второму году игры и новому дополнению. Буду ждать вас на рифе. До связи!